Программа 179 программ на канале АМЭК Плюс Значит, 15 лет исполнилось моей программе Следующий юбилей, это в 93-м году, в конце года, впервые с армянской сценой прозвучала группа Чи Конференс Будем отмечать прекрасным концертом Это должен быть сюрприз у друзей, и Чи Конференс отмечает 20-летие группы Чи Конференс И если Чи Конференс успеет к этому времени закончить, то это будет вообще его подарком к армянскому джазу, который отмечает свой юбилей в 75-летие Я хочу, чтобы ты просто по-одоборому написал Вот такой наш Чи Конференс Вот так, безо всяких Живет в однокомнатной квартире, которая больше напоминает студию Скоро он нас удивит еще одним грандом Ну вот скажи, который называется Книга Книга, которая покрывает 75 лет историю армянского джаза Я никогда не был в Ереване Никогда И поэтому мне было очень интересно И я не обманулся в своих ожиданиях Потому что город, конечно, совершенно не похожий ни на какие другие города И такой Я бы сказал Город сразу любой Можно и страну, и жителей узнать по архитектуре Она здесь соответствует горам вашим И это такое ощущение Вот такой Ну, есть города такие Города женские Города мужские Вот Париж вот женщины Определенно совершенно Петербург Мужчины, конечно Вот это очень мужской город Этому способствует и архитектура И мне очень было интересно У нас сегодня вот возили Мы были в Ачмедзине И А вчера вот Я походил там где Этот Каскад вот И смотрел всю эту выставку Да Очень интересно И вид с Вериху замечательный Вы знаете Наиболее мне как бы Вот Долгое что ли общение Потому что вы видите С кем я Кому вот много Был вместе Это Владимир Мусорян Который Скончался вот Года трипом И там И это было Общение очень близкое И он Замечательный актер Я Это Потому что я видел Был Видел фильм итальянский Про Паганини И И там играл Немецкий актер какой-то И это настолько было Скучнее Чем то что делал Мусорян Он конечно Просто был Создан для этой роли И И там Это было все очень Очень хорошо Наше общение Мы с ним После этого еще Общались И И были На юбилее Картины в Петербурге Вот Перед сам его смертью И И я всегда С Большой теплотой Вспоминаю И И И И И И И И Я выступал в нем Когда еще Ему не было присвоено имя Арам Ильича Я был знаком лично с Арамом Ильичем Много раз встречались в Москве Где он проживал на улице Огарева 13 Тогда Огарева Ныне Газетный переулок С Арменией у меня очень много связано Хорошего Доброго Когда еще был солдатом В Закавказском военном округе И Приезжал На гастроли в солдатской форме В составе ансамбля песни и пляски Закавказского военного округа Я еще не предполагал что я буду профессиональным Артистом Что я буду приезжать в Ереван с сольными выступлениями Но По приезде в Москву Я столкнулся С армянскими композиторами С Александром Павловичем Долуханяном Микаэлом Леоновичем Теревердиевым Арно Ротеновичем Бабаджамяном Алексеем Гургеновичем Экимяном Георгием Мавсисяном И началась моя дружба С музыкантами армянами Я уже не говорю о личной дружбе с Котиком Арбеляном С Георгием Гараняном С музыкантами с которыми мы работали Вот Я приезжал в Ереван Когда случилась беда В Ереване В Армении Будем так говорить точнее Когда наступили эти Голодные годы После развала Советского Союза Холодные, голодные Я вспоминаю, когда я приехал в Ереван И привез гуманитарную помощь Потому что Детям нечего было есть Но все пытались как-то помочь Я проникся большой любовью и уважением К этому многострадальному народу Рубен, конечно Эти годы Эти дни Пожалуй, самые запоминающиеся Потому что То фантастическое вдохновение Я хочу подчеркнуть вдохновение С которым жил народ Ни с чем не сравнить Представьте себе 91-92 год Это очереди И за хлебом Из-за горючим И амеда, керосин, бензин Мы Армения И Гарабах Попали фактически в блокаду Мы были окружены со всех сторон Мы и так всю жизнь были окружены Но в данном случае это была блокада экономическая Блокада культурная Блокада политическая Блокада нравственная Ну, приведу один фантастический пример, связанный с театром В какой-то момент на спектакле Французские штучки, это была премьера Сидел американский посол А сидел русский посол Ступишин и Забыл фамилию Неважно И за полчаса до окончания спектакля Рубик Вырубился свет Ты представляешь, премьера Вырубается свет, полная темнота Но не тут-то было Армяне уже привыкшие К тому, что будет обязательно вырубка А в театре это в первый раз Вырубили свет Ведь этот период вырубали свет неожиданно Как они говорили, секционно Веерное отключение Веерное отключение Вот центр, потом какая-то часть другого района и так далее Вот центр, взяли в этот день центр Отключили свет Шум в зале Я выхожу в темноте Но мы были готовы к тому А вдруг выключились? Поэтому я вышел с керосиновой лампой На сцену И с керосиновой лампой в одной улике, в другой улике свечка Успокоил зрителей Сказал, давайте я вам расскажу Финал, мало осталось Там, тем более, запутанная история Кто мужчина, кто женщина Я говорю, я вам расскажу Завопили, нет, нет, мои зрители И тут же достали фонарики Свечки, спички, все что угодно А посол Ступишин достал мощный фонарик Неизвестного происхождения, но мощный И я понял, что я должен сесть в первый ряд И освещать актеров Потому что они в полной темноте Эти свечки керосиновой лампой Мне дали оба фонарика Я сел в первый ряд И освещал Говорящих актеров, естественно Лили Хачатриана была на сцене Витя Ананин был на сцене И в какой-то момент Рубик, я понял, что Что такое, сейчас начинается танец И песня знаменитая тогда О любви ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ-ЛЯp Я понял, что я должен обязательно А что делать с песней Тогда из первого ряда Судителей много об этом Встаю, в первом ряду я сидел Стою и, обращаясь в зале, говорю, здесь идет песня. И запел своим хрипатым голосом ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И вдруг весь зал потянулся за этой песней. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Обалденные актеры совершенно в это дело ворвались, и они стали танцевать медленно. Подвиск и грохот зрительного зала. Это было уникальное единение зрительного зала, которое, казалось бы, да. Это было, это вот я сейчас говорю, и у меня мурашки, потому что такого чуда я больше никогда нигде не видел. Я был в Армении, поэтому у меня осталось самое какое-то приятное, не то что приятное, а какое-то очень хорошее даже удовлетворение от тех спектаклей, как принимал зрители армянские наши спектакли. Очень хорошо, очень доброжелательно. И помню эту встречу. То ли я встречался со студентами театрального училища, то ли просто я встречался с молодежью, которая задавала мне вопросы. Я отвечал, я уже сейчас, это было очень давно. Но у меня осталось самое какое-то такое впечатление, необыкновенное любопытство к моей персоне лично, которая перед ними стоит и отвечает им. И как я, так сказать, себя веду в этих ответах, и какие ответы. И вопросы-то были очень такие, как вам сказать, хорошие. И с таким оттенком на историю ихнего народа, ихней страны и так далее. Так что меня это вызвало какое-то большое сочувствие и уважение, и восхищение этим народом. А пожелать, поскольку вот наступает Новый год, только одно слово скажу. Мира, мира, мира и мира, чтобы не было войны, чтобы не было истребления людей друг к другу. Вот что мне хочется пожрать, чтобы мы как-то не ломали голову над всем, как средством выдуманным уничтожить другого человека, понимаете? А просто как сделать так, чтобы все жили по-человечески. Больше человечность, больше доброты и больше любви. Потому что самое главное в жизни – это любовь и ошибка.